всем привет начинаю свой воскресный блог якобы мой выходной но мы приехали на работу такая жара еще рано ну в общем жара такая мне придется сегодня плохо и так видно вот мне придется сегодня немножко поготовить здесь потом поеду домой но так как я не позавтракала дома и мы не успели знаете что мы будем сейчас завтракать работники ресторана кушают фигню всякую макдональдс но нет времени у нас на самом деле мы взяли делюкс делюкс завтрак что сюда входит сейчас вам покажу крэпс эти панкейки это типа так она драник хлебушек и омлет ну и всякое такое инсу бен провечу все голодные ну ладно всем приятного аппетита вообще такую отраву кушаю мне прямо стыдно самой такой еще я тут не показала вам мяско ну все теперь точно едим так девочки мальчики начинаю делать гороховый суп горох вот уже замочила вот он у меня стоит чтобы быстрее было почистила морковку луковку копчености лежат холодильнике сейчас натру обжарю поставлю горох варить буду делать еще корейский салат я вот такую терку для корейской морковки приобрела вот потому что она удобная маленькая и мне много делать не надо так чуть-чуть так что вот буду сейчас готовить чувствую что домой я сегодня не попадаю так ребятушки закончила я делать вот уже закрыла пленочкой салатик корейский супчик у меня варится в общем картошечку еще для супчика так миленько порезала мы тоже потом в конце буду добавлять остатки морковки так что все пойду на улицу подышу воздухом сегодня такой день какой-то видите с облачками но ничего все равно хорошо свежо ветерочек чуть-чуть дует но и сейчас девять утра поэтому принципе погода еще разгуляется но мне нравится вот такая погода когда нету такой изнуряющей жары девчонки мальчишки смотрите хотела вам показать какую мы классную сковородку купили итальянская между прочим ой мы давно искали сковороду для жарки рыбы такую глубокую да ну здесь есть и у нас есть но нам она не очень нравилась и в общем не нравилась она нам плохо плохо в ней с ней работать как бы с ней работать очень тяжело и плохо и вот мы нашли такую сковородку смотрите она тут на магнитах представляете она еще новенькая это как две такие планчи то есть ты можешь жарить вот смотрите здесь она такая барбекю да а вторая корябенькая то есть можно на одной стороне или на другой также запасная запасная вот эта резинка на то есть ты можешь не знаю как она тут вот так вот одевается на одну сторону или на другую но неважно да ну чем запасная резинка и сюда входит прямо целенькая целенькая рыбка но определенного размера нам нужна была такая как раз мы очень очень довольна то здесь есть куда и масло налить да тут высота достаточно и такое хорошенькое но чем покрытие хорошее все и главное что вот тут магнитики вы видите с двух сторон то есть все это будет закрываться масло не будет брызгать в общем мы очень довольны стоила эта сковорода нам по-моему 35 долларов но не могу сказать что очень дешево но и не так дорого то есть единственное конечно металл здесь не очень такой знаете это сковорода для домашнего использования не для ресторанов здесь металл такой тонкий но он не будет таким долговечным как для ресторана но для дома это вообще замечательно мне кажется можно и хлеб печь потому что закрывается да и хлеб будет подниматься то есть такую булку какую-то можно сделать классную или пирога типа пирога что-то такое ну и также что-то такое жарить может быть даже что-то такое тушить ночью я довольна этой сковородкой так классно сковорода не не маленькая вы видите то есть все супер опять у нас эти цикады цикады шумят ребята это засранка колибри выжрала уже всю воду дому представляете я никак не могу поймать ее чтобы заснять вам но представляется третью же тучки у нас разошлись расходятся уже 11 часов ой мои цветочки тут тоже цветут политика красивенько такие зелененькие шарики вообще супер вот так что надо опять воду для менять но я сегодня не могу что такая уставшая не хочу воскресенье думала буду дома сегодня там пельмени надо лепить у нас заказы пельмени с курицей пельмени с мясом у стандартные классические да и я думаю буду дома заниматься и может быть даже потом узнаете как повышеваю отдохну выпью венца но такой день покуда там энсу меня уже с утра в поднял давай на работу и в общем что я вообще вымотанная как всегда я знаете жду-жду этого воскресенья думаю ну все воскресенье инсу с ромой поедет работать а я останусь дома ага щазы щазы ну что пил пекла булочки забыла вам показать такие вот с корицей вертушечки ведете и листочки такие с со сгущенным молоком и с орешками как их называют то господи альминдра ведь не помню я голова совсем не варит от усталости уже вот такие еще булочки напекла ну чем работа как всегда кипит кипит работа девочки мальчики все-таки вернулась я домой сейчас буду делать заказы но я хотела показать вам лена starvis wings канал говорила что она любит маленькие мангу смотрите вот у нас они маленькие сколько их на ветках висит вы представляете все это падает усеяно все это первые ветки а вот еще вот поближе здесь даже видите ой надо мной вот в общем короче говорят цена куча но более того вы посмотрите это все еще цветет посмотрите какие все в цвету вот это все цветочки мангу посмотрите что вообще просто как будто снегом все усеяно вы видите сколько этих мангу будет боже мой вы видите это просто жесть это все цветочки это все будущее мангу сейчас подойду покажу вам смотрите а вот даже тут видно что подождите на камера что-то вот не хочет вот видите они уже завязываются вот они малюсенькие малипулюсенькие и вот здесь уже уже которые завязались вот такими гроздьями ой господи я не вижу что вам показывают видите таким гроздьями прямо как виноград висят и полные вот эти все пимпочки это все тут манга вот эти точечки я не знаю как вам показать вот видно вот зелененькие вы видите вот они это все манга и его так постепенно каждый каждая веточка вот такая вот она вся будет усеяна мангу ужас эта ветка вообще к земле уже просто упала полная будет папайя я нашу одну сняла уже вот вторая на подходе что-то не дает цветочки ну ладно бог с ней не дает и не дает вот она уже но это маленькая папайка сорт такой маленький вот видите какая с мою руку еще твердо еще пока не готова 2 я сняла еще не ели но сняла уже ой леплю пельмени тут слушайте так тонко раскатала что мне он некоторые прорвались но ничего это мы сами сидим он так видите пельмешки хорошенькие один к одному сейчас буду потолще раскатывать я уж все хочу знаете чтоб тоненько было меньше теста больше больше пельмешек больше мяса ну надо немножко потолще а то уж совсем тут что-то я так уж тонко смотрите что все да ладно пошла дальше работать ребятки а я у меня тут знаете чё смотрите я что-то работа у меня тут что лежит а вот морозится не на сухую работаю ой девочки мои хорошие мальчики мои любимые но любимые у меня все девочки мальчики конечно же слушайте вчера не закрыла блок потому что лепила лепила эти пельмени мне надо было пельмени с мясом пельмени с курицей и надо было чебуреки я так и не сделала наверное я решила что я вам сниму рецепт потому что у меня очень многие просили я так подумала что скорее всего надо мне снять рецептик а то я обещала обещала знаете как обещанного три года ждут да так говорят в общем три года конечно не прошло но прошло все равно достаточно времени поэтому я решила что я вам сделаю наверное рецептик поэтому не стала лепить уже ночью и я хочу еще сделать манты. Ну, не знаю. Девчонки, мальчишки, у меня столько желаний. Ну, как бы у меня есть и заказы, да, тоже люди ждут, но, как я всегда говорю, дорога ложка к обеду, да, но у меня основная работа тоже. И эти два бизнеса, как говорится, и торты, и всякие эти, ну, как, постеры, десерты. Ой, и пельмени, вареники и так далее. Плюс еще, помните, как я говорю, мы подвязались с этим огородом, да, ну, его к черту этот огород. Я уже не знаю. Это мне надо раздвоиться, расстроиться, расчетверниться, и Энсо тоже. Фигара там, Фигара тут. В общем, не знаю. Решили все пока завяжем с этим делом, но нет физического времени. Слушайте, я вам рассказывала про карамбулу, ну, и про там все эти манго, авокадо, которые... Я вам, по-моему, тоже сказала, что у нас растет еще мамон-чино. Мамон, вернее, не мамон, чино-мамон. Сейчас я покажу это дерево, но я не очень люблю сейчас, где тут ягоды надо приблизить. А, вот они, видите? Ну, это типа личи, да, только это такой сорт классический, без вот этих иголочек, не красный. Это как личи. Вот они такие растут. Косточка большая внутри. Ну, они такие вкусные на самом деле, но я... Ой, я их не то, что не люблю. Сидеть, ковыряться в них, что-то я не очень. Вот. Ну, именно красненький мамон я покупаю. Мне нравится. Он какой-то более такой ароматный. А этот больше с кислинкой. Ну, тоже, видите? Тоже неплохие ягодки, фрукты. Не знаю, фрукты. Вот так. Еще у нас есть дерево одно, оно тоже фруктики оранжевого цвета. Ну, тоже такие косточки большие, но их я такое не ем. Хорошо, мои ребятки. Я, наверное, все-таки сейчас закрываю блок. Смотрите, какое у нас небо голубое, красивое. Такие чуть-чуть облачка, вот где-то такие маленькие. Что-то у меня камера не фокусируется. Вот. Так что все, на этом воскресный свой блог заканчиваю. Всем спасибо, кто был со мной, кто меня смотрит. Кому нравится, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. И всем пока-пока! Кокосы вам в кадр! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ